Уже завтра, 23 февраля в 14.00, прямо под стенами Кремля, на Боровицкой площади, состоится встреча с депутатами Московской, точнее, Государственной Думы, Рашкиным и Парфеновым. Приглашаются все желающие, не только коммунисты, но также и социалисты, и беспартийные, и люди любых взглядов, кто понимает, что страна движется куда-то не туда. Приходите, будем общаться, знакомиться, я тоже там буду. Тем временем, у власти настоящая истерика, они боятся проведения этой и аналогичных акций в других городах страны. Как я вам уже рассказывал, в Пензе, вот происходит полный беспредел. За один только день, за сутки были задержаны, 19-го числа, руководитель фракции КПРФ в городской думе, депутат Александр Смирнов, секретарь Ленинского райкома партии Руслан Бахтиев, второй секретарь обкома ЛКСМ Александр Ермаков, координатор Левого фронта по Приволжскому федеральному округу Сергей Падалкин. У задержанных были изъяты телефоны, составлены протоколы по Кодексу административных правонарушений, статья 20, часть 2. После подключения к вопросу федерального руководства КПРФ и начала разрастания ажиотажа в СМИ, задержанные были отпущены. Поэтому наша активность под роликами, ваши лайки, комментарии на моем канале, в других инстанциях, у других блогеров, в Телеграме, все это им играет свою роль. На ближайшие дни назначены суды. Нашим товарищам грозят аресты до 15 суток. Данный эпизод лишь один из множества в череде попыток давления на представителей КПРФ. Я хочу напомнить, что КПРФ это не Зюганов. КПРФ это много очень разных людей. Есть там люди более достойные, есть там люди с сомнительной репутацией и вообще достижениями. В любой сейчас политической партии есть самые разные люди. Многие просто хотят сами пролезть к кормушке. В любой партии есть такие. И в либеральных, и в левых, в каждой, даже самой маленькой. Если у политического движения, у политической организации есть хоть какой-то шанс взять власть, хотя бы в регионе, поставить своего мэра или сколотить фракцию в городской думе, то сразу появляются те, кто хочет, о, я сейчас к ним присоединюсь, тоже стану депутатом, получу власть, влияние, буду пилить бабки. Это традиционная система, по которой живет российская политика. Потому что люди честные, люди искренне думают, ну, это не для меня, я лучше дома посижу. Я в этом всем разбираться не буду. Нет, конечно, мне не нравится все, что происходит. Ну, вы знаете, бороться я не готов. Нет, то есть я готов бороться, но только не с этими. Эти люди мне не нравятся. Вот если бы не Зюганов, тогда бы я точно пошел бороться. Вот тогда бы я, ух я. А потом смотришь результаты опроса. Вот, например, подписчики мои. Две недели назад, после протестной акции 31 января. На прошедших выходных гулял, участвовал 16%, не гулял, но знаю тех, кто гулял, 8%. Не гулял и других отговаривал. То есть противники митинга принципиальные, это вот 5%. Кто вообще, в принципе, против протестов? Отговаривал других 5%. Не гулял, не получилось. Понимаете, то есть вроде как хотелось, но не получилось. 50%. Если бы люди, у кого не получилось, вышли на протестную акцию, протестная акция была бы в 3 раза больше. Понимаете, да? 16%, 50%. Вот, друзья, вот вам разница. Не гулял, не получилось 50%. Большинство, подавляющее большинство наших граждан, кто понимает, что все плохо. Пенсионная реформа, мусорная реформа, экологические проблемы, социальное обеспечение, демонтаж образования, медицины. Мы все понимаем. Только делать ничего не хотим. Даже просто свое присутствие показать на законной акции, на мирной акции. По закону депутаты Государственной Думы имеют право без каких-либо препятствий встречаться со своими избирателями, где они только захотят. Это не считается официальным митингом. Поэтому депутаты Государственной Думы Парфенов и Рашкин были согласований, не были согласований. В любом случае они намерялись, да, мы выйдем к Кремлю и будем встречаться со своими избирателями. Встреча с депутатами в любом случае является мирной, законной, согласования не требует. Сейчас эту акцию даже разрешили, даже согласовали. Было бы очень странно, если опять все останутся сидеть дома. Между тем продолжается и давление на блогеров. Канал Покос Кузбасс Алексей Федоров. Маленький канал, обратите внимание, всего 4000 подписчиков. Ссылка будет тоже в описании. Подписывайтесь на Алексея. Человеку дали месяц назад 12 суток ареста, что не дай бог он не участвовал в протестных акциях. Он маленький блогер, но власть даже его боится. Боится. Его посадили на 12 суток. Позавчера его отпустили. Он тут же был схвачен, доставлен в суд. И его еще посадили на 12 суток. Вот это наша система правосудия. Это истерика власти. Они боятся даже малюсеньких блогеров. Ко мне, слава богу, пока не приходили. Я думаю, просто потому, что я уже достаточно крупный. Может быть, потому, что они уже пытались мне повесить те или иные уголовки административки. Вы знаете, эту историю у них ничего не получилось. У меня есть адвокаты. Спасибо. Спасибо юристам и защитникам. Это на самом деле позволяет чувствовать себя более уверенно, более спокойно. А вот маленьких блогеров они с удовольствием хватают, прессуют. Мы требуем освободить Алексея Федорова. Мы требуем расследовать, на каком основании ему выдвигаются эти беспочвенные обвинения. На каком основании отца четырех детей. Помните, как вот это все время рассказы? Вот протестуют это малолетние дебилы, которые ни дня в жизни не работали. А социальные, малохольные подрастут, полюбят Путина. Так вот Алексей Федоров, мужчина взрослый, серьезный. Отец четырех детей, всю жизнь работал. У него есть вопросы к этому государству. Что творится, что происходит. Ему нужна наша поддержка тоже. Подписывайтесь, сниму на канал. Был заблокирован канал Клавы Беловой. Сейчас она создала канал Клавы Белова 2. Уже у нее набралось почти 10 тысяч подписчиков. Подписывайтесь к ней тоже. Смелая женщина-блогер рассказывает о том, что в стране происходит. Записывает свои беседы с представителями различных силовых структур, в том числе. Показывает, подает пример, как отстаивать свои права. Дневник оппозиционера канал. Тоже был заблокирован. Канал против системы. Теперь вот он пытается реанимировать. Создал новый канал. Был заблокирован канал Будильник. Кому не все равно. Я вам об этом уже говорил, писал. Вот понимаете, что происходит? Они даже блогеров боятся. Даже не тех, кто устраивает какие-то митинги, протесты, шествия. Если бы кто-то из этих блогеров, не дай бог, что-то такое попытался устроить, к чему бы это привело? Он бы уже отправился на условный или реальный срок. Быстренько состряпали уголовное дело. А они просто забрасывают страйками. Они боятся. Они не знают, как защититься от народного негодования. Просто они не знают, что с нами делать. Официальная пропаганда хочет рассказать о том, что вообще недовольных нет. Есть агенты Запада. Есть россияне, кто понимает, что да, в стране жизнь непростая, жизнь тяжелая. Но с Путиным, конечно, нам же лучше, чем без Путина. Есть Путин, есть Россия. Не будет Путина. Говорить страшно. Московские суды с 23 января по 2 февраля назначили 972 административных ареста и 1232 штрафа в отношении участников несогласованных акций в столице. Из поступивших в суды 54 дел по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях уже рассмотрены 35 дел. А именно 30 граждан назначат административный арест, 5 граждан административный штраф. Из 4800 дел по статье 20.2 КОАП уже рассмотрены 2000 дел. То есть, слава богу, существенная часть людей отделывается просто штрафом и арест к ним не применяют. Кроме того, к самим КПРФ есть тоже вопросы. Вот депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева исключили из партии. Он назвал это охотой на навальнистов. Депутата от КПРФ Дмитрия Локтева исключили из партии. Об этом сообщил Евгений Ступин. По его словам, исключение Локтева связано с тем, что коммунист проголосовал против принятия бюджета Москвы в прошлом году, когда городское отделение партии рекомендовало голосовать за или воздержаться. Вот как это понимать? В КПРФ тоже назревает определенный раскол. Возможно, самого Ступина тоже турнут из партии. Зюганов пытается лавировать. С одной стороны, ему хочется сохранить как-то дружбу с администрацией президента. С другой стороны, он понимает, что протест назрел. Ситуация серьезная. Ситуация грозит перейти в неконтролируемый социальный взрыв. И, по идее, нужно брать власть. Но вот когда эти слова произносятся, что нужно брать власть, да, да, давайте, сейчас мы устроим революцию, люди просто не понимают, о чем идет речь. Вы когда-нибудь пытались сделать дома ремонт? Моя жена до сих пор вспоминает. Когда-то, когда мы только начинали встречаться, я затевал ремонт, планировал заменить старую проводку в квартире. Я сказал, ну, сейчас недельки две, и нормально, и все, ремонт завершится. В итоге ремонт продлился примерно два года, потому что у меня и денег сразу на все не было, и чтобы нормально сделать, там и стены штробили, и там, что мы только не затронули, ремонт был капитальный, самый настоящий капитальный ремонт. В итоге я научился и стены штукатурить, и шпаклевать, и полустяжкой заливать. Весело было, веселое было времечко. Так вот, со строительством новой страны нам это предстоит. Нам предстоит пахать, нам заново предстоит создать медицинскую систему разваленную, систему образования. Систему высшего образования, дошкольного образования. Вот промышленность, это вообще такое огромное, просто непаханное поле. У нас работы масса, и вот зюганов, вот КПРФ, многие КПРФ, особенно вот этот костяк старых кадров, которые уже там, начиная с поздних 80-х, вступали в эту организацию, формировали. Взаимодействие еще в рядах КПСС, потом создавали КПРФ. Вот эти люди, они уже не имеют той энергии. Они не хотят работать, они боятся получить власть. Потому что работы огромный, просто ввоз и маленькая тележка. Даже как мы Путина не ругаем, Путин такой, Путин сякой. Но простите, человек больше 20 лет у власти. Они создали эту систему. Для нас это система грабительская. Но подумайте, пропаганда работает. Работает эффективно, работает активно. Пропаганда пашет. Ресурсы из страны вывозятся. Судебная система, правоохранительная система охраняет чиновников от народа. Очень эффективно, очень успешно. Ребят, они создали систему, они ее выстроили. Для этого надо было вложить силы, средства, влияние. Это целая работа. А нам нужно будет делать работу еще в десятки раз больше. Вот мы когда говорим о том, что ой, на митинг я не пойду. Вы представляете себе, многие себе так представляют. Вот мы сейчас выйдем на митинг, снесем эту власть. И дальше жизнь будет прекрасна. Нет. Мы должны понять, что ситуация совершенно иная. От нас требуется настроиться и начинать потихонечку, по капелюшечке привыкать работать на регулярной основе. Участвовать в заседаниях, в совещаниях, в собраниях, в принятии решений, во взаимопомощи, в помощи малоимущим, в сборе пожертвований. Это будет сочетание политической работы и общегражданской работы, малых дел и больших дел, участия в выборах и создания фондов взаимопомощи, закупки по оптовым ценам продуктам. Просто для подъезда сбросились денежки, поехали централизованно на оптовую базу, закупили продукты. Начиная от самых маленьких дел до самых крупных и масштабных. Это все будем делать мы с вами. Других активистов нет. Если вы хотя бы смотрите политические ютуб-каналы, вы уже многое знаете. Вы знаете фамилии чиновников, олигархов, депутатов. Вы примерно понимаете сложность ситуации, расклад сил. Очень наивно думать, что вот я бы пошел только на такой митинг, где будут сносить власть и режим. Это возможно только в одной ситуации. Если олигархи будут делать переворот. Потому что да, они используют людей, толпу, которая выйдет на площадь, снесут старый режим, посадят нового своего Путин-дубль-2, какого-нибудь олигарха, какую-нибудь Дерипаску или кого-нибудь еще. Скоро будет тоже на эту тему ролик. И все по-новой, ребят. Все будет то же самое. Шило на мыло. Вот при таком варианте хватит одного митинга. А если вы думаете, что нам нужно совершать настоящий левый поворот, строить справедливую Россию, готовьтесь засучить рукава. Это единственный вариант. Единственный. Вот так мы сможем что-то добиться. Вместе, усилиями совместными. А не просто вот мы вышли, вот мы сказали. И все тут же побросали власть, побросали финансовые потоки полномочия. И мы зажили счастливо. Поэтому призываю всех еще раз. Завтра, 23 февраля, 14.00, Боровицкая площадь. Всех настоятельно призываю в центр Москвы на встречу с депутатами. Вступайте в движение, вступайте в организации. В КПРФ, в Левый фронт, в Новый социализм, в РРП, в другие организации. Левого толка. Да хоть какого толка. Просто поймите. Просто сидеть на диванах и просто смотреть блоги, даже писать комментарии. С каждым днем этого становится недостаточно. Нам предстоит огромный объем работ. И даже если таких блогеров, как я, будет 20 штук, и мы будем освещать, что происходит в стране, никаких блогеров не хватит, чтобы проконтролировать, что происходит в каждом районе, в каждом селе. Местные жители должны будут выделить часть своей жизни несколько часов в неделю или несколько часов хотя бы в месяц. Но фиксировать проблемы, сообщать о них друг другу, обсуждать их, придумать, а что мы можем сделать, и требовать власть из бюджетика выделить деньги на решение каждой проблемы. Это наша с вами работа. Только вместе мы сила. Прорвемся. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...